Целый день с 9 утра до 6 вечера жюри Бардовского фестиваля «Город, цветущий тысячу лет» отбирала и прослушивала молодых конкурсантов по трём направлениям. Полных авторов на казахском и русском языках, авторов музыки и исполнителей. В этом году 27 человек решили попробовать свои силы. 22 из них прошли во второй тур конкурса, а лауреатами стали 15 молодых участников. Мы уже два года проводим международный фестиваль «Южный ветер», а на который съезжаются представители бардовской песни со всего СНГ. Мы решили, что молодёжь должна подключиться к этому делу и показать. У нас столько много талантливой молодёжи, столько ребят, которые сами пишут. Ну почему вот этим молодым ребятам не показать себя, не попробовать себя? На фестивале собрались как молодые, никому неизвестные исполнители, так и уже вполне состоявшиеся артисты. Приятным сюрпризом стало участие Игоря Тена, солиста рок-группы «Айтен». Именно он занял первое место в номинации «Полный автор» и второе место в номинации «Лучший исполнитель». Первый раз на бард-фестивале, то есть никогда я в данных таких мероприятиях никогда не участвовал. Обычно это были какие-то рок-концерты или мероприятия, когда ты играешь с группой, другую музыку, а тут один бард, то есть никогда такого не было. И что-то новое для себя, для опыта, для интереса. Если Игорю к сцене не привыкать, то некоторым ребятам выступать перед большой публикой было впервой. Но, несмотря на волнение, все выступили достойно. 18-летняя Стелла Сазонова сыскала массу комплиментов от жюри. Девушка стала победительницей как лучшая поэтесса фестиваля и как лучший исполнитель. Я занимаюсь музыкой со второго класса, с музыкальной школы. Пишу стихи с 10 лет, уже 8 лет получается. Стихи у меня писала мама в детстве. Наверное, это от нее пошло. Абсолютными победительницами фестиваля стали обладательницы гран-при Аселя Нетова и Александра Исакова. Саша давно известна в городе как талантливая гитаристка, а вот ее голос жюри и зрители услышали впервые. Специально для участия Александра написала песню, которую жюри признало лучшей. Песня «Честно говоря, у меня не было такой тяжелой и длинной подготовки. Я не могу сказать, что не старалась. Ну, это все как-то само пришло в один вечер и потом еще раз в другой вечер. Ну, хочу сказать спасибо моим друзьям, потому что если бы не они, я вообще бы не попала на этот конкурс. Они меня направили, показали, сказали, что есть такой конкурс. Я сначала так нехотя, они меня пинали, пинали. Ну, и в итоге я здесь и я победила». Этот фестиваль открыл нашему городу множество новых молодых талантов и показал, что вера в светлое культурное будущее нашей страны не напрасна. «Конечно же, такие мероприятия нужно проводить. И вот сейчас я вышла отсюда, и я воодушевленная. Действительно, я рада, что в Шенкенте начинают проводить такие мероприятия. Это мероприятие поднимает культуру, и культуру не только всего общества, а самое главное – среди молодежи. Сейчас мы увидели, сколько талантливой молодежи, которая пишет песни, которые исполняют музыку, которые прекрасно, шикарно поют. И смотришь, я действительно смотрела с открытым ртом». Организаторы обещают, что молодежный Бардовский фестиваль станет ежегодным, а его победители и лауреаты смогут принять участие в международных конкурсах авторской песни.